Сочи обсудили меры по усилению безопасности. На курорте прошло заседание антитеррористической комиссии. В самом северном районе Сочи построили почти 3000 метров газопровода. Завершены пусконаладочные работы в селе Горный воздух. Главное – это простая человеческая поддержка. В селе Детляшка открыт центр социальной реабилитации. Сразу две сборных команды России находятся в Сочи на сборах. Чемпионы по легкой атлетике и фехтованию готовятся к своим главным стартам. Заседание городской антитеррористической комиссии сегодня рано утром началось с минуты молчания в памяти о жертвах теракта в питерском метро. На совещании под председательством первого заместителя главы Сочи обсудили меры по усилению безопасности на курорте. Как отметил Мугдин Чермит, угроза терроризма остается актуальной. И забота о безопасности – это задача не только спецслужб, но и всего общества. В Сочи проводятся сотни событийных мероприятий. В силу своей курортной специфики город ежедневно принимает тысячи иногородних граждан. Поэтому усиление мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, местах массового пребывания является первоочередной целью. Приближаются праздники. Осталось не так много. Это 1 мая, это 9 мая. Поэтому все понимают важность этой работы. В городе постоянно находится большое количество людей, гостей. То есть неизвестных, по сути, основному проживающему контингенту лиц. Это, скажем так, усложняет работу для правоохранительных органов. Уже с сегодняшнего дня начнутся масштабные проверки антитеррористической защищенности в первую очередь школ, детсадов, больниц и поликлиник. Мугдин Чермит поручил уделить особое внимание наличию средств пожаротушения, схемы эвакуации, оказания первой экстренной медпомощи. Наряды патрульно-постовой службы перейдут на усиленный режим дежурства. К ним присоединятся ДНД и казаки. Совместно с ТОСами и домкомами правоохранители должны осмотреть и запереть чердаки и подвалы в многоквартирных домах. На предмет возможной закладки взрывных устройств проверят и линии газоснабжения. Также масштабные проверки ждут гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и городские стройплощадки, на которых привлекаются иногородние рабочие. Администрация Сочи просит граждан сохранять бдительность. В случае, если какие-либо предметы или действия каких-либо лиц покажутся подозрительными, нужно сразу обратиться в полицию по телефону 02. Либо на прямую линию администрации Сочи по телефону 264-04-44. А 5 апреля губернатор Кубани проведет заседание Краевого совета безопасности. Планируется обсудить усиление мер антитеррористической безопасности в регионе. В заседании примут участие вице-губернаторы, региональные министры, представители правоохранительных органов, главы муниципальных образований. Ну и к другим новостям. 8 новых школ откроют в этом году на Кубани. Темпы их строительства обсудили на краевой планерке, которую провел губернатор Вениамин Кондратьев. Новые здания должны разгрузить существующие учебные заведения и решить главную задачу – ликвидировать вторую смену. Такую задачу перед регионами страны поставил Владимир Путин. На Кубани пошли по пути строительства школ по типовым проектам. В одной из них в Краснодаре накануне уже прозвенел первый звонок. Продолжит тему наши краснодарские коллеги. Больше похоже на какой-то развлекательный центр. Когда я ехала, думала, ну как, будет хорошо мне там или нет, где я сяду, с кем. Очень большая, тут и лабиринт какой-то. Когда я села за партой, у меня были мурашки, потому что я немного нервничала. У этих ребят сегодня второй раз за учебный год наступило 1 сентября. Новая школа, новый класс, новые парты. Здание построено по типовому проекту и отвечает всем требованиям. Есть компьютерные и танцевальные классы, кабинет иностранного языка, музыки, большой спортзал и столовая. Всего 16 учебных классов. Назвать корпус пристройкой язык не поворачивается. Это самостоятельное здание. Возвели его всего за год. Очень ждали переезда в эту школу. Очень рады этому переезду, тому, что случилось. Школа красивая, вы видите, чистая, новая. Все оснащено по последнему слову техники. И учебными пособиями нас обеспечили. Это первая школа на Кубани, возведенная по федеральной программе. На строительные работы и закупку оборудования из бюджета всех уровней было выделено порядка 360 миллионов рублей. Посмотреть новую школу и пообщаться с учениками и учителями приехал губернатор. Один из первых классов, куда заглянул Вениамин Кондратьев в кабинет иностранного языка. Он отличается от всех остальных. У каждого ученика свой стол, оснащенный специальным оборудованием. Губернатор признается, впервые такой класс увидел много лет назад, когда в университет поступал. Такая система позволяет учителю индивидуально общаться с каждым учеником на иностранном языке. Все понятно, мне все слышно. Очень им это все понравилось. Это все в новинку, на доску смотрим на текст, песенки поем друг другу, подсказываем, все разговариваем, общаемся. В общем, здорово, сплошные плюсы. Это обычная наша школа, типовая. И такой лингофонный кабинет, конечно, гордость, я считаю, и необходимость для наших сегодняшних деток, чтобы они, конечно, были интегрированы в мировое сообщество. Строительство пристройки к 66-й школе позволило не только разгрузить образовательные учреждения, ликвидировать вторую смену, но и ввести дополнительные классы для общего развития детей. Хорошая школа? Да. Нравится здесь? А раньше вы учились в какой-то школе, которая основная, там было тесно, а здесь уже попросторнее. По количеству учащихся во вторую смену Кубань в числе лидеров по стране. Занятие после полудня начинается более чем у 20% школьников. И особенно сложная ситуация в Сочи и Краснодаре. Именно туда сегодня в первую очередь бросают все силы, чтобы решить проблему и выполнить поручения президента страны. Строят здания по типовым проектам. Таким образом, в этом году по всему региону откроют 8 новых школ, больше чем на 3,5 тысячи мест. Но чтобы полностью ликвидировать вторую смену, этого недостаточно, говорит Вениамин Кондратьев уже на планерке. Необходимо продолжать возведение новых учебных заведений. Главом не только крупных городов, но и небольших муниципалитетов губернатор поручает выделить земельные участки, предназначенные только под строительство школ. Типовые школы все прошли экспертизу. Теперь их необходимо просто привязывать к участкам, конкретным участкам и начинать строить. Есть ли эти участки, к которым нужно их привязывать? Вот это тоже вторая огромная проблема, которая возникает. Особенно она сложная для краевой столицы, для Краснодара. В этом году масштабная стройка начнется сразу в нескольких городах. В регионе планируют заложить сразу 10 школ, а это еще 10 тысяч новых мест для учеников. Особое внимание, конечно, к краевой столице. Там возведут сразу 6 учебных заведений. Сейчас городские школы трещат по швам. В прошлом году в Краснодаре даже был установлен всероссийский рекорд – 21 параллель первых классов. Исправив ситуацию в краевой столице, мэр Евгений Первышев планирует в течение ближайших нескольких лет. Мы достаточно серьезные взяли темпы по строительству социальных объектов. Вот если сбоя не произойдет, а я уверен на 100% не произойдет, то в течение трех лет мы поставленную вами задачу выполним. Чтобы уложиться в заданные сроки, заместитель губернатора по социальным вопросам Анна Менькова советует обратить внимание на еще одну проблемную часть города – хутор Ленина. Школу там не могут достроить с 2013 года. Больше ситуация не терпит отлагательств. Ситуация с хутором Ленина – это школа. Впервые за много лет мы нашли на нее финансирование из краевого бюджета. Профинансирован объект. Просто нужно очень напрячься к городу. Школу нужно сдавать. Ни один другой субъект страны ежегодно не перерастает населением так, как Краснодарский край. В городах Кубани строятся новые микрорайоны. А значит, сегодня думать нужно не только о том, как решить уже созревшую проблему, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Важно не допустить подобной ситуации через несколько лет. Сегодня на территории Краснодарского края сформировано 117 земельных участков для строительства общеобразовательных школ в 32 муниципальных образованиях. То всему краю сейчас к коллегам обращаюсь. Вы когда даете разрешение на средство на жилой дом, то примерно прикидывайте хотя бы примерно. Вот если этот дом будет заселен и какое-то количество детей будет в каждой квартире находиться. Вот они в какой детский садик пойдут и в какую школу. Тогда пойдете понимать со всей ответственностью, давать разрешение или не давать. В любом случае, то есть сегодня землю вы по-любому резервируете для школ. Проекты по-любому вы готовите. Вопрос, когда начнется средство школ. Я вам поручаю приоритет расставить. То, что мы начнем строительство школ по всему краю и построим. Это однозначно. Строительство школ сегодня в приоритете у краевой власти. Такое же отношение к этому вопросу должно быть на местах, акцентировал Вениамин Кондратьев. Ведь только общими усилиями можно сделать обучение детей на Кубани качественным и комфортным. Мария Крошина, Ирина Касабова, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Ну и еще одним вопросом планерки стало приведение краевых и федеральных дорог в порядок. Уже через два месяца в регионе стартует курортный сезон. К этому времени должны быть убраны все обочины и лесополосы, отметил Вениамин Кондратьев. Также глава региона напомнил, что уже активно начался ремонт автомагистрали. Информация о том, когда и на каких дорогах будут проводиться работы, должна быть доступна для всех жителей края, поручил губернатор. Уже, можно сказать, весна в разгаре. Ну когда-то мы ремонтировать будем? Зимой, что ли? 2 миллиарда 600 миллионов края выделяют только потому, чтобы эти дороги на самом деле стали дорогами, а не направлениями или колдобинами. Мы исходим из того, что уже люди обратились, и мы уже реагируем на просьбы жителей Краснодара, а не на протокол чьей-то. Мы на жизнь реагируем, вот в чем разница. Дайте мне в течение недели и в интернете, и в средствах массовой информации, чтобы люди прочитали, улица такая-то, ремонт начнется тогда-то. Вениамин, завтра опубликуем четкий график. Четко, чтобы любой сегодня автолюбитель в городе знал, что Новороссийская начнет ремонтироваться такого-то числа, а закончится такого-то числа. И тогда не будет вопросов, по большому счету. И они все будут контролировать вот эти сроки. Напомню также, что с 1 марта в регионе стартовал двухмесячник по благоустройству, а 8 апреля в крае пройдет всекубанский субботник. Министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края назначен Федор Дирека. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Федор Дирека родился в станице Павловской Краснодарского края. Окончил Кубанский государственный аграрный университет, получил квалификацию ученого-агронома. Также закончил Академию народного хозяйства при правительстве России. В 2009 году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. С декабря 2008 занимал должность генерального директора компании «Барсук». Предприятие специализируется на растениеводстве, молочном животноводстве, птице и коневодстве. Дания намерена развивать свой бизнес в Краснодарском крае. Вопросы сотрудничества обсудили сегодня губернатор Вениамин Кондратьев и посол Королевства в России Томас Винклер. Особое внимание уделили здравоохранению, сельскому хозяйству, а также курортной отрасли. Глава региона отметил, что в летний период на отдых в Краснодарский край приезжают около 15 миллионов туристов. Но регион может принимать отдыхающих круглогодично. Для этого нужно развивать санаторно-курортную отрасль и больнеологию. Здравницы есть практически во всех районах края. Здесь нужно поменять психологию бизнеса, который находится у нас в курортной отрасли. Они привыкли зарабатывать то, что не зарабатывают, и не очень активно двигаются в сторону расширения, в том числе и своих возможностей, что позволит им еще больше зарабатывать. Поэтому еще раз говорю, что здесь нужно скорректировать их менталитет. То есть, в чем я говорю, что сегодня мы зарабатываем в летний период в основном. Ну, безусловно, сегодня у нас достаточно неплохая уже санаторно-курортная база. Это и пансионаты, и санатории очень хорошего качества. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы эта база стала еще и лечебной. Вот если мы сможем сделать, то круглогодичный поток людей на наше Черноморское побережье будет обеспечен. Сельское хозяйство – еще одна отрасль, которая перспективно развивается в регионе, отметил губернатор. Краевая власть активно поддерживает тех, кто уже давно работает в АПК и начинающих фермеров. При этом экономическую самостоятельность аграриев руководство региона видит в создании кооперативов. В свою очередь, посол Дании отметил, что у них нет прямой поддержки фермеров, как в Краснодарском крае. Прямой поддержки сельхозпроизводителей от государства в Дании нет. Но есть деньги Европейского Союза. И поэтому все фермеры поддерживаются. В Краснодарском крае делегация Дании пробудет три дня. Гости познакомятся с регионом и детально обсудят перспективы обмена опытом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В самом северном районе Сочи построили 2800 метров нового газопровода. Специалисты Сочи Горгаза завершили пусконаладочной работы в селе Горный Воздух. Дрова, солярка, уголь. Сейчас для 67 домовладений горного воздуха эти виды топлива ушли в прошлое. В ЛАО завершилось строительство газовой магистрали длиной 2800 метров. С приходом блага цивилизации, жизнь у местных изменится только к лучшему, говорят сами сельчане. Перестанут проблемы быть с солярой постоянно, подвоз. Баллоны не надо заправлять. Можно хоть нормально дома отапливать. Можно сказать, что в принципе кардинально изменится. Финансово намного изменится. Мы очень долго ждали этого момента. Это был тернистый путь. Мы его прошли и счастливы, что у нас наконец-таки есть тепло. Уже сегодня пусконаладочные работы завершены еще в одном поселке Лазаревского района, в Солониках. Здесь возможность газифицировать свои дома появилась еще у десятков сочинцев. Сейчас перспективы наметились. Вот сейчас уже в ЛАО появился у нас газ. Тем более, Анатолий Николаевич выделил деньги 10 миллионов на проектную документацию. Это совет Кваджи, поселок Аше. То есть наша северная территория на завершение. На завершение ЛАО тоже. То, что мэр обещал нашему району, он выполняет в полной мере. Благодаря жителей Лазаревского района за проделанную работу и оперативность, и руководство Сочи-Гургаза. Ко всему прочему, этот район – рабочий округ Алексей Руднева, директора предприятия и депутата Единороса ЗСК. Есть полное взаимопонимание. И когда есть понимание властей, как городских, так и районных, так и нашей власти, краевой. Поэтому работает, и тогда можно любые поручения выполнять, и также жителям давать какие-то обещания, когда есть какой-то совместный тандем. На сегодняшний день город Сочи газифицирован на 90%. Оставшиеся 10% руководство курорта планирует реализовать в ближайший год. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Через две недели православные отметят праздник Пасхи, и по сложившейся традиции многие в это время приходят на могилы родственников. На городских кладбищах в эти дни подрядные организации проводят работы по уборке и благоустройству. Акцию по высадке деревьев на территории кладбища в Адлере организовали сегодня сочинские единороссы совместно с молодежными организациями города и общественностью. Больше 40 саженцев ликвидамбра сегодня стали так называемой живой завесой, которая спустя время должна оградить жителей микрорайона Блинова от вида на погост. В свое время они обратились с просьбой помочь в этом вопросе и установить какое-либо ограждение. Деревья для данного участка – оптимальное решение. Совместная акция по высадке саженцев объединила депутатов единороссов, молодежной организации и самих жителей микрорайона. Людям не совсем приятно видеть картину кладбища. Поэтому они обратились как-то сделать ограду, искусственную делать, что-то нагромождать в городе не хотелось бы. Поэтому было принято решение посадить зеленое насаждение. Люди откликнулись с удовольствием, вышли сегодня сажают с хорошим настроением, как видите, высаживают деревья. У нас у самих прекрасное настроение, действительно делаем полезное дело. Деревья подрастут и закроют кладбище. Но на это нужно время. Совсем немного его остается до пасхальных праздников. И в эти дни активно ведется уборка на городских местах захоронения. В преддверии пасхальных мероприятий остро стоит вопрос санитарного содержания кладбища. Поэтому все силы в настоящее время брошены на поддержание порядка на территории кладбища. Это и подрядные организации, и предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территориях кладбища. По давно сложившейся традиции, в преддверии Пасхи навести порядок на могилах приходят и родственники. Это просто необходимо делать. Это, понимаете, как навестить больного, так и покойного. Больной не может прийти, покойный тем более не может прийти к вам. Значит, мы должны прийти. И вот ухаживать надо. Это нужно, я хожу, где безобразие я убираю, потому что не все могут прийти. Это нужно делать. Это нужно детям прививать и внукам прививать, чтобы они помнили свои корни, знали, где у них родные лежат. Это все-таки очень важно. В Сочи 117 кладбищ. В эти дни на большей их части ведутся работы по уборке территорий. Небезучастными здесь должны стать и сами горожане. С такой просьбой к сочинцам на недавней общегородской планерке обратился и глава курорта. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Чуть больше месяца назад в середе Тляшка открылся Центр социальной реабилитации для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это алкоголики и наркоманы, которые твердо решили изменить свою жизнь. С ними проводят профилактические беседы, помогают определиться с целями в жизни. Кроме того, дают работу. Но самое главное – это простая человеческая поддержка. О том, как потерянных для общества людей возвращают к нормальной жизни, расскажет Татьяна Говоркова. Своё новое временное жильё Людмила Казанцева обустраивает в то время, как её супруг вот уже четвёртый день не встаёт, отходит от того состояния, в которое сам себя загнал наркотиками. В Центр социальной реабилитации в селе Детляшка супружеская пара пришла добровольно. В прошлом у семьи было всё – жильё, бизнес, нормальная жизнь. Говорят, сгубила плохая компания, а вот выбраться самостоятельно уже не получилось. Без посторонней помощи, знаете, всё равно очень сложно справиться. Это серьёзная зависимость. Я думаю, что это очень серьёзная зависимость. И без посторонней поддержки её не преодолеть, я так считаю. Судьбы всех 11 человек, кто сегодня живёт в Центре, схожи. Сначала счастливая жизнь и масса планов, затем словно обомутнение рассудка и, как следствие, совершенно неопределённое будущее. И рассчитывать на чью-то руку помощи уже не приходится. Помимо пагубных привычек, у многих проблемы с документами. В Центр же приходить никого не заставляют. Водопеку берут исключительно тех, кто твёрдо решил измениться. У нас есть диски определённые, есть программа определённая, 12-ти шаговая, которая рассказывает о том, как человек попадает в такую зависимость, как ему лучше оттуда выбраться, какие бывают последствия, на кого это отражается, на семью, на детей, на родителей. Центр создан при поддержке городской администрации. Отсюда и помощь. Выделено помещение, предоставлена работа. В общем, созданы все необходимые условия для реабилитации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вытрезвления никакого здесь не происходит. Здесь происходит помощь тем лицам, которые внутренне, внутренне, сознательно пришли к тому, что они хотят вернуться к жизни, хотят бросить пагубные зависимости, вот эти алкоголизмы, наркомании, скажем так, или просто хотят встать на ноги. Чтобы изменить свою жизнь, нужно желание самих людей, подчёркивают организаторы социального центра. Тем же, кто принял решение, здесь дают надежду на выздоровление, крышу над головой и возможность зарабатывать. Без дела в Центре социальной реабилитации тоже не сидят. Многие работают над строительством школы в селе Верхняя Беранда. Нет ни нареканий, ни жалоб. И каждый день от дня старается быть немножечко лучше, чем вчера. Чтобы не подвести тех, кто в них поверил тогда, когда, казалось, отвернулся уже весь мир. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сразу две сборных команды России по лёгкоатлетике и фехтованию находятся в Сочи. Здесь, на базе Южного федерального центра спортивной подготовки «Югспорт», проводятся их сборы. Как идут тренировки, расскажет Елена Авсецина. Лучшие и совсем молодые лёгкоатлеты находятся на сборах в Сочи. Они заехали 1 апреля, другие уже тренировались здесь в марте. Сочинская база Югспорт их вполне устраивает, радует ещё и погода. Несмотря на то, что звёзды лёгкой атлетики были лишены возможности выступать на Олимпиаде летом 2016 года в Рио, их настроение вполне боевое. Ну и вроде бы осталось три года, но это уже очень мало до следующих Олимпийских игр. Мы сейчас спустились в гор, в Киргизии были месяц, там была погода, конечно, похуже. Здесь мы первый раз разделись в футболках, в шортах бегаем уже. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату России. Он пройдёт этим летом в подмосковном Жуковском. Этот турнир станет отборочным на чемпионат мира в Лондоне. Очень жду одобрения наших заявок, но в первую очередь хотелось бы, чтобы допустили всю сборную, всю федерацию. И мы тренируемся в обычном режиме, как будто бы ничего не произошло. С надеждой смотрим в будущее и очень верим, что нас не только, как нам говорят, в ноябре выпустят, а намного раньше мы сможем показать то, что здесь наработали на сборах и посоревноваться на международных аренах. Вера Родакова – мастер спорта международного класса. Она тренируется в беге на 400 метров с барьерами. В 2009 году на юниорском первенстве стала чемпионкой мира. В 2013 году на международном чемпионате Европы. В 2014 и 2015 годах – бронзовый и серебряный призёр чемпионата России. Главное, признаётся Вера, погода в Сочи хорошая и отличный стадион, где ежедневно проводятся тренировки. База сейчас практически новая. Одна из нескольких баз, которые находятся у нас в стране, прекрасно оборудована не только стадионом, но и медицинским центром. Очень прекрасно восстановительные мероприятия. И в это же время в федеральном центре единоборств «Югспорт» проводятся активные тренировочные сборы российской команды по фехтобанию. Она готовится к чемпионату России, который пройдёт в Арсамасе в середине апреля. Здесь находятся лучшие спортсмены, поэтому сборная команда – это сборная команда. Выделять кого-то из команды. Чемпионат мира покажет среди них, выделят они сами себя или нет. А чемпионат России по фехтованию – это отборочный старт. Впереди ещё серия международных выездов. Затем уже чемпионаты Европы и мира. Только четыре фехтовальщицы будут представлять нашу страну на международном уровне. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Вновь целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Это рыбная продукция, которая будет представлена на выставке и ярмарке «Экспофуд» 6 апреля в выставочном центре на Несебрской 1Б. На этот раз «Рыбак Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копчёной рыбы и морепродуктов и, конечно же, настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт «Царица лососёвых» – редкая деликатесная чавыча. Приобрести всё это можно 6 апреля в четверг в павильоне «Рыбак Камчатки» в выставочном центре на Несебрской 1Б. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнёров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм – оказывает все виды стоматологических услуг. Ну и всё новости уже на нашем сайте fkt.com. На студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...